Весна – это не только время, когда просыпается природа. С приходом тепла обостряются коммунальные проблемы. Самая частая хроническая болезнь тверских многоэтажек – это крыши. В массе своей это касается всегда старых домов. Например, здание общежития на набережной реки Лазури. Там уже не первый год с приходом весны начинает капать с потолка. Тазики под ногами – это самая безобидная проблема, с которой сталкиваются жильцы. Стены покрылись плесенью, а над головой искрит проводка. Наш корреспондент побывала в таком доме и выяснила, как заставить того, кто в ответе за крышу твоего дома, выполнять свои обязанности. У нас проблема в том, что наша крыша не чистится своевременно, и у нас постоянно идут протечности регулярно. Вот такая картина у нас уже в этом году третий раз. Причем бегут ручьи с крыши самыми неудачными маршрутами. По стенам, потолкам и аккурат по тем местам, где проходит проводка. Установлены счетчики. Потому эта проблема порождает ряд других. Неоднократно замкала проводка с этой жильцей, из-за чего отключалось электричество. Да, у нас вышибает здесь, здесь, здесь. Это не единственное место, где течет это? Нет. Весенние дожди здесь и в коридоре, и на лестничной клетке, и в туалете, и в жилых комнатах. Галина Коржаченко предыдущий оттепель запомнила надолго. В тот январский день она проснулась от того, что на нее что-то закапало с потолка. Везде на всех полочках поплошки, и шло как дождик, как изморозь. И над кроватью все. Это вот у меня акт по этой протечности. Но это с таким трудом фиксировали. Управляющая компания, как рассказали жильцы, крышу по необходимости латает. Но не успевает появиться заплатка в одном месте, как начинает образовываться брешь в другом. И где потечет следующий раз, предсказать невозможно. Они пришли, сказали, ну что подумаешь, у вас маленько обои отошли. Заставили их сделать акт. Но на этом дело все. Платежки приходят, мы все своевременно платим. За должности у меня нету. Поэтому я и говорю, что надо что-то делать. В свою очередь, управляющая компания на помощь не спешит. Жалуются граждане нашей съемочной группе, стоя под каплями коммунального дождя. Ведь семья Коржаченко живут по социальному найму. Они говорят, а вы кто? Собственники жилья, а мы муниципальные. Собственники жилья, а не большинство. Значит, их услышат, а вас? Пообщаться с представителями управляющей компании нашему корреспонденту не удалось. Как пояснила секретарь организации, руководства на больничном, а заместителей нет. Мы обратились за разъяснением к юристу. Если закапало в комнате, то вызывается представитель УК. Составляется акт, где и когда случилось ЧП, оценивается ущерб. Далее оформляется иск и направляется в суд, который назначит экспертизу. Имеют на это право не только собственники. Что касается коридора, то это общее имущество. Последствия протечки должны быть устранены управляющей компанией. В противном случае можно жаловаться в жилищную инспекцию. Но этим решению проблемы не поможешь, считает юрист. Здесь уже явно нужно капитально ремонтировать крышу. Нужно идти, соответственно, собирать общее собрание, принимать решение о капремонте крыши. В фонде капремонта, то есть делать собрание, в фонде капремонта, выделять эти деньги и ремонтировать полностью крышу. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Глобальная проблема требует кардинальных решений со стороны жильцов. И тогда осенью и весной получится выйти из весенней воды сухими.